И снова ДВС, дорогие зрители, с вами я, Алексей, и мы продолжаем Бесконечное лето, Женя Рут И зачем ты мне всё это рассказываешь? Лениво спросила Женя, перериснув страницу По воде бежал мелкая ряд, над нами тихо колыхались листья берёзы, Сквозь которую пили яркие лучи томящего полуденного солнца В роще громко пели птицы, а у меня по ногам деловито прыгали букашки, скрываясь в высокой траве Какие ещё букашки? Букашки, какашки Ну всё-таки сюжет здесь какой-то не очень И опять же, нам не говорится, что пионер это типа значит, что он в прошлом или будущем А в настоящем он не пионер, а этот, как его Семён Только непонятно, как он стал Семёном из пионера Ну, впрочем, Семён тоже пионер Ну, не важно В общем, такой вот намёк Я вот решил пересмотреть внезапно Тетрадь смерти, аниме есть такое Советую посмотреть Ух, капец Вот там сюжет, вот там сюжет, не то что здесь, блин Хотя там тоже есть много проколов в тетради смерти Там, например, этот Лайт Ягами кучу ошибок делает специально, чтобы Ну, типа, Эл их замечает по сюжету Ну, опять же, по сюжету То есть в сюжете всё предусмотрено Что Лайт Ягами делает ошибки Подсказывает сам Эл, как его найти А Эл догадывается, что, типа, этот Лайт, он борзый, Кира И сам, короче, уже тогда к нему подходит Ну, в общем, у них любовь с первого взгляда И оба они умрут в конце сериала Да, можете уже не смотреть Тетрадь смерти, потому что я уже сказал Концовку Можете мне дизлайк здесь поставить Шучу Не надо мне ставить дизлайки Ну, тем не менее Это было бы вполне логично А зачем ты читаешь эту книгу? Только не говори мне, что в первый раз Нравится Тебе вот нравится рассказывать, а мне нравится читать Ну, так я же тебе рассказываю, чтобы тебе не приходилось читать Чтобы ты слушала меня Ну, не я, а пионер, неважно На другом берегу на пляже развились пионеры Ольга Дмитриевна бегала за Ульянкой А на середине реки я разглядел золотистую голову славе Славя 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 Как в одном ролике было Да, Славя Такое тёплое имя Довольно Славяночка Не, ну действительно Такая И девушка сама Такая, скажем так, уютная Создает уют И, собственно, имя у неё такое же С Леной тут посложнее Вроде бы имя обычное довольно А сама нифига не обычная Ну, с этой С Алисой и остальными Там, в общем Я не буду опять рассказывать В общем, разные абсолютно чувства они вызывают Неужели она плывёт сюда? Ну и Что? Ага, а почему здесь пиодия? Ну, при этом забавно, что как бы раньше в каких-то других воспоминаниях Ольга Дмитриевна и остальные помечались как вожатая и так далее Хотя, при том, что они помечались, что говорит типа вожатая То он её называл всё-таки Ольгой Дмитриевной То есть, получается, что только вот это вот именно название Ну, в диалоге Оно говорит о том Реальное, ну, сегодняшнее или это время Или прошлое, или будущее, или ещё какое-то А в самом тексте может быть написано всё, что угодно Что было дальше? Так тебе же неинтересно Зато тебе интересно Ну, так нечестно Но если сейчас Они Вот смотрите Он как бы пионер Но раньше он Семёном обозначался Это как-то неправильно Какого хрена? Ольга при этом называется Женей Странно это всё Женя улыбнулась Ну, давай, расскажи нам, что было дальше А, это он тут насиловать кого-то собирался Она плюнула мне в лицо и вышла на улицу Громко хлопнула дверью Это кто это? Алиса Ну, ты идиот, блин Вот опять же, в тетради смерти там был детективчик Здесь бы такое замутили И не обижайтесь, если я буду рассказывать Типа О том, что Сравнивать, скажем так Ну, сравнивать, конечно, неуместно То кино Причём Ну, аниме Причём аниме с бюджетом Я так подозреваю А это всё чисто на энтузиазме Так что это чудо, что вообще такое сделали К тому же, это не основная ветка Но в основной ветке Не в основной ветке Я в основной игре То есть, в той игре, которая без дополнений Там же тоже куча ерунде не было написано К сожалению, с сюжетом у нас проблемы Сценаристы какие-то дибилы реально Я бы, наверное, это лучше написал Ну, по крайней мере, если бы мне много времени дали Такое чувство, что они бухнули И начали писать сюжет А она плюнула мне в лицо И вышла на улице Глобко хромко хлопнул дверью Ну, он сейчас себя загонит И его, короче, все заградут Убьют или ещё что-то сделают Ты долбанная маньячина Ты неправильно себя ведёшь Я так понял, они пытаются объяснить его неадекватное поведение Тем, что они все куклами должны были быть А он обнаружил, что они не куклы Но, блин, у кукол же тоже должна быть программа на этот случай То есть они тоже бы не стояли и не ждали, пока их там насилуют Хотя я бы хотел такой мир кукол Хотя нет, ну, в смысле куклы Куклы на самом деле бывают не только этими резиновыми Как вы уже, наверное, подумали о каких куклах я говорю И не только, то есть пластмассовыми, и не только роботами Но также они бывают и, собственно, людьми Практически полноценными Если в будущем будут генетически проектировать людей То можно вполне себе у них, то есть изменить ДНК так Чтобы у них, например, не было самосознания Или же чтобы они, например, по какому-то признаку То есть, например, делать рабов, короче Таких же людей, только которые сами будут рады рабству Ну, нет, то есть не граждан России, которые и так рабы Но это селекция То есть это, знаете, как было раньше селекция То есть, знаете, всякие яблоки выводили там Новые сорта картошки В том числе там новые породы собак и кошек Так вот, в России то же самое сделали с людьми Для того, чтобы увезти людей, которые будут одобрять любую войну правительства Не пойдут против правительства Это делалось еще во времена империи А потом еще и закрепилось при помощи советского режима То есть там вообще уже всех поуничтожали Ну и закончилось это Конечно, я не говорю, что это стопроцентное То есть, как бы до сих пор 15% осталось Тех, которые адекватные Но они не совсем адекватные Хотя бы потому, что не уезжают оттуда Потому что после, например, развала Советского Союза Оттуда куча повыезжала людей адекватных Потому что они поняли, что там им ничего не светит Ну и, собственно, это помогло как раз этой ситуации Но, с другой стороны, сложно винить тех людей, что они уехали со своей родины Потому что, ну, любой бы уехал И это нельзя обсуждать Потому что трудные времена были и все такое Например, в концовке Лены я бы хотел, чтобы наш ККшник не переживал Там 90-е, потом 2000-е в России И вообще, чтобы он в России не жил Я бы не хотел там жить Так вот, то есть я бы хотел, чтобы он куда-нибудь уехал с этой Леной Куда-нибудь на Ямайку И там бы уже они жили и припевали А нет, блин Он решил все-таки оставаться Так вот, то есть, к чему я это говорю? Что, как бы, рабов могут создавать просто генетически То есть генетически для тебя создадут, например, девушку Которая будет в тебя без ума влюблена И, в общем-то, будет выполнять все, что ты захочешь При этом она может даже думать Она может, да, может думать Но это логично на самом-то деле Может что-то там это Ну, решать задачи Может даже понимать, что она от тебя зависит Но она не сможет это преодолеть Это, то есть, как программа получается Это запросто можно внедрить Потому что ДНК это всего лишь троичный код Но это негуманно по отношению к человеку Представьте То есть она, возможно, сможет Если ты ей не сделаешь программу Которая ей вообще запретит даже самоубиваться Ну, то есть, если ей ты очень не понравишься Если ты будешь вот так вот ее насиловать и так далее Но она будет не в состоянии тебе отказать Из-за того, что у нее такая программа То она захочет себя, типа, самоубийством делать Типа, как Лена Ну, и, в общем-то, я еще с детства так подумал Еще до того, как я интересовался То есть я подумал Что, если бы у меня был гарем из таких тел И, типа, собственно, планета Ну, в общем, фантазировал Ну, да Вот такая вот фигня Но, с другой стороны, то есть это жестоко довольно Лучше завоевывать именно отношения таким путем Но я не исключаю, что в будущем особо богатые чуваки Будут себе так и создавать, собственно Телочек Может, не жен, потому что жен, как бы, они не смогут себе создать таких Ну, для продолжения рода Хотя, может, и смогут просто То есть, как бы, взять у кого-то ДНК, купить Купить именно Ну, нужно же разрешение будет, скорее всего, на использование ДНК Они выберут самую здоровую, самую такую, которая им нравится Телка, потом возьмут у нее ДНК Это ДНК там, в общем-то, отредактируют, как им надо Но, если они собираются, типа, для продолжения рода То, естественно, нельзя делать там это Этот кот, в общем-то, рабский Потому что этот кот будет у твоих потомков рабский И мало ли на кого он перекинется И кому они будут поклоняться А это абсолютно не нужно Поэтому именно в этом случае нужно только Зачем тогда вообще, вы спросите, проектировать? Богатому и так любая телка даст А вот в том прикол, чтобы увеличить возможности врожденные потомков Ну, если именно такие будут нитшианцы эти чуваки То есть, возможности, например, IQ повысить То есть, чтобы ребенок был умным, быстрее развивался Чтобы у него никаких болезней не было Ну, в общем, нитшианского человека будут создавать Естественно, это будут делать, если к тому времени не настанет коммунизм Нет, я не коммунизм, я не коммунист Я просто считаю, что нечто, что Маркс описал коммунизм Оно настанет Ну, точнее, оно именно не настанет Что все будут абсолютно равны и все остальное Но оно будет постоянно приближаться к этому барьеру И постоянно этот барьер будет отодвигаться То есть, постоянно все будет улучшаться, улучшаться, улучшаться И идеала не существует Это знаете, как делить бесконечно число на 2, например То есть, 10 поделишь на 2, 5 5 поделишь на 2, 2,5 2,5 поделишь на 2, там еще сколько-то получится И так можно бесконечно делить И все время будет оставаться остаток Вот так вот будет и наш мир развиваться Ой, я что-то отошел от игры, а я стал состоять Странно, что мне это пришло в голову Но, как вы видите, то есть, отдых работает на меня положительно Я могу очень много всего комментировать Я не знаю, может мне даже стримы замутить как-нибудь Если кому-то это интересно, что я стримы буду мутить То я, как бы, на Твиче зарегистрирован И пишите, если вы будете смотреть, то договоримся Если будет больше одного человека Я буду стримить и, может, даже в реальном времени Например, в ВКонтакте будем общаться Или можно даже на этом, на Ютубе чисто стрим заделать Но на Твиче, я думаю, просто, что привлекутся еще какие-то люди Ну, кроме подписчиков Ну, есть шанс больше, чем на Ютубе На Ютубе у меня только подписчики смогут смотреть А на Твиче там, как бы, чисто стриминговый сайт Нужно будет еще тестовые тогда заделать Ну, в общем, пишите, пишите под видео Хотите, не хотите, я посмотрю Я бы не сказал, что это в основном от вас зависит Но, тем не менее, это может повлиять на мое решение Что, вот он конец Какой еще конец, блин, та фигню какую-то опять несет Я зато ни фигню не несу Ну, в общем, вот такая вот фигня Будут люди сами себя изменять К чему это приведет, я не знаю Не исключено также, что такие некоторые бизнесмены Будут создавать именно целую огромную расу Ну, не огромную, а большую по численности Расу отдельную людей, которые будут им служить как рабы Ну, именно, не как рабы То есть, рабов, то есть, ну Рабы у них низкая эффективность труда А эти будут искренне, вот как в гитлеровской Германии Или в путинской России Хотя нет, в путинской России тоже абсолютно не все такие А вот в гитлеровской Германии там тоже, конечно Но там ближе к этому, к тому, что будет у таких людей То есть, они смогут создать именно целое государство, населенное людьми Которые будут добросовестно работать ради их обогащения или еще чего-нибудь И они не смогут просто противиться Естественно, это все будет в будущем И на самом-то деле, скорее всего, цивилизованный мир это попытается запретить Или же это даже может уже возможно Но скрывают эту возможность из-за, собственно, пугающих перспектив Знаете, когда открыли, что влияние физическое на мозг может менять поведение человека То многие люди пытались, короче, это, ну, скажем, продвигали идеи о том Чтобы, например, геев там имплантировать геям и всяким другим меньшинствам Преступникам и остальным Чипы специальные, которые, предположительно, смогут контролировать их поведение И это, на самом-то деле, уже давно было возможно Даже без влияния на ДНК То есть тупо можно было кучу зомби сделать из людей При помощи таких чипов И они бы сами не понимали, почему им то или иное хочется Ну, если бы, конечно, чип не обнаружили А чип вшивается под кожу, электроды в мозг и все И то есть можно, например, гея сделать натуралом Он будет, конечно, чувствовать, что его влечет к мужчинам Но он будет верить, что он натурал и так далее Но это как бы как-то замяли и запретили Я считаю, что это как бы правильно, это слишком пугающая перспектива Но представьте, если вас контролируют и вы даже сами не осознаете Вы поступаете и вам кажется, что это ваш выбор Но на самом-то деле выбора у вас никакого нету И вы зарываете себя в могилу, скажем, почему-то велению Когда-то я ждал его, может быть, даже с нетерпением Но это было давно, так давно, что уже и не помню А что теперь? Эти куклы, бездушные куклы, разрушили мой мир, который я строил всю жизнь Вот так просто всего за один день Какой мир ты строил? Я так понял, ты считаешь типа лагерь своим миром Но ты здесь ничего не строил Или типа ты его строил, в смысле разведывал Все закоулки, все ответы и все ситуации, в которые ты можешь попасть Здесь появились новые ситуации И ты, в общем-то, в растерянности из-за того, что Из-за того, что твой горизонт, кругозор, твои отношения расширился Я провел рукой по щеке на пальцах, осталось что-то мокрое Ну блин, на тебя ж эта чувиха плюнула, Алиса Задолбал уже На лагерь уже давно пустилась ночь Спрятал под своим покровом местных пионеров Спрятал их злобу и коварство Злобу и коварство Ну на самом-то деле это ты здесь злобный и коварный А я просто сидел на полу в кружке кибернетики Обхватил колени руками и медленно покачивался из стороны в сторону Знаете, какой самый большой секрет именно победы зла? Дело в том, что Самый большой секрет, почему зло часто побеждает, даже чаще, чем добро Потому что добрые люди, у них нету концепции самой зла То есть они считают постоянно, что они делают хорошо Ну и что все другие, даже злодеи, просто запутались, что они тоже считают, что делают добро Но просто делают зло вместо добра Ну, с другой стороны, это отчасти правда иногда бывает Ну, не иногда, а даже часто бывает правдой Потому что то, что для одного добро, то для другого зло Воровство это хорошо для вора Он себе лучше делает Он может оправдывать себя, что ему нужно, опять же, там, покушать, купить или еще что-нибудь Но другое дело, что он все это пробухает и протрынкает куда-нибудь И, то есть, сам не научится зарабатывать деньги все равно То есть это не временная мера Если он вор, то он и будет воровать, будет использовать свой талант Он ни за что не откажется от него Но на самом-то деле, то есть Есть, именно вот когда побеждают, это те, которые чисто злые То есть они не представляют, что они делают добро Они делают зло преднамеренно И именно вот такие вот режимы, они создают целые, скажем так, нации злые То есть, как бы, ну, есть где-то это прикрыто Где-то прикрывают Но на самом-то деле, даже не прикрывать это Или прикрывать то, что ты именно имеешь злые намерения Что ты, ты должен быть или чисто добрым То есть, ну, как чисто добрым? Добрым с кулаками, как говорят Но именно чисто на благо работать Тогда ты себе не можешь, недостаток Ты себе не можешь позволить вообще злых поступков Ну, практически, там, скажем Ну, очень мало можешь себе позволить Или же ты чисто злой Тогда ты себе абсолютно все позволяешь И тебе вообще насрать Если ты дрогнешь Если ты не совершишь какой-то злой поступок Если ты не решишься, например, на геноцид кого-то Это я говорю уже, если диктатор какой-то злой попался Хотя они практически все злые Ну, так, в общем-то, если ты на что-то из этого не решишься То тебя быстренько повяжут И на самом-то деле, если говорят вот о том Что вот, если бы Путин, он... Ну, Путин, не знаю, Путин, не Путин, плевать Если диктатор, вот, говорят ему добрые, типа, эти страны Это коалиция какая-то Вот, ты, типа, вернись сейчас назад И все будет хорошо А вот ни хрена подобного Дело в том, что это просто отложится на потом И потом ему все припомнят Кроме того, обычно Он не просто так делает все это Он делает зло с какой-то целью С целью, обычно, еще большего зла То есть, нападает на кого-то Там, возвращает, типа, исконные земли Не для того, чтобы, там, людям было хорошо и так далее На самом-то деле, для поднятия рейтинга Рейтинг ему нужен, чтобы и дальше грабить страну То есть, ну, логичная цель То есть, как... То, что он делает, довольно злая штука То есть, там, бомбежки всякие Голод, перерывы электричества Перерывы снабжения, пищи и так далее Повышение цен для людей Репрессии в отношении крымских татар Все это, то есть, зло Но оно делается для высшего зла Как говорится Что-то я заговорился Давайте уже читать Может быть, та пионерка сейчас вернется Ведь она могла унизить меня куда сильнее Или даже сделать что-то, что похуже Однако, время шло И лишь тише становилось Пение ночных птиц до трескотня сверчков А ведь скоро рассвет Тогда лагерь проснется и заживет своей жизнью Внезапно ставшей для меня неизвестной Ну и ладно, ну и пусть Я с трудом поднялся на ноги И посмотрел на пустую бутылку водки Лежащую на столе Вот бы сейчас отключиться А завтра проснуться, как ни в чем не бывало Забыв сегодняшний день Оказаться в одном из привычных Миров, где поведение пионеров Знакомо и предсказуемо А ведь все начиналось с той маленькой девочки Какой славе, что ли Раньше она никогда не плакала Ух Это